Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я предлагаю обсудить искусственный интеллект в глобальных пошаговых стратегиях. Мы частенько с вами об этом спорим в комментариях, но в данном видеоподкасте я бы хотел в первую очередь поговорить о том, какой мы хотим искусственный интеллект для себя, против какого искусственного интеллекта нам бы хотелось играть. А во-вторых, почему в современных глобальных играх искусственный интеллект скорее хочется называть искусственным идиотом? Конечно же, ваши варианты ответов на эти вопросы, я надеюсь, прочитать в комментариях. И особенно призываются игроки-разработчики, которые примерно понимают, как там внутри всё устроено. Итак, какой искусственный интеллект я бы хотел видеть в своих партиях, где я играю один, а против меня вот эти самые искусственные болванчики? Вопреки распространённому мнению, что чем сложнее, тем лучше, я с этим абсолютно не согласен. Потому что сложность на самом деле создать довольно просто, чем и пользуются многие разработчики. Просто обманывая игрока, не раскрывая всех правил и секретов игр. Мне вот, например, в первую очередь, Frostpunk вспоминается, если кто не в курсе, это такая стратегия в стиле ретро-футуризма, где вы должны выжить в замерзающем городе. И там, по моему мнению, сложность достигается только потому, что происходят какие-то события, о которых вы заранее не подозреваете. И в моём представлении это не стратегия. Потому что в стратегии вы должны планировать, прекрасно зная, что произойдёт в дальнейшем. Так вот, точно так же в той же цивилизации, например, Феракси смогла бы отсыпать компьютеру пригоршню юнитов, и он бы вас периодически нагибал. А так как компьютер воевать не умеет, то пригоршню юнитов на эпоху новее, чтобы вы их просто убить не могли. И в этом бы заключалась вся сложность. Нет, для меня искусственный интеллект это в первую очередь создание видимости живого мира. Чтобы у меня было ощущение, что компьютер там играет сам по себе, а не для меня. Пожалуй, одним из эталонов подобного искусственного интеллекта для меня до сих пор остаются космические рейнджеры. В которых коалиция рейнджеров могла зачистить галактику и без вашего участия. И в игре постоянно себя ощущаешь частью этого мира, причём не самой важной. И только со временем ты там получаешь награды, поднимаешься выше по таблице рекордов. Примерно такие же ощущения на самом деле были и в первых частях Цивы. Сейчас, конечно, если их запустить, то этого нету, но тогда это просто было что-то новое. И ты вообще не понимал, что на экране происходит, почему компьютер действует так или иначе. И это, несомненно, завораживало. И последней, по-моему, частью Sid Meier's Civilization, в которой искусственный интеллект играл не оборачиваясь на живого игрока, была четвёрка. Я до сих пор на канале периодически делаю стримы в Sid Meier's Civilization 4 на уровне сложности Император, а это даже не предпоследний уровень сложности. И всё равно в игре интересно находиться, сложно. И эта сложность достигается не большими читами, которые есть у компьютера, а разнообразием происходящих взаимодействий между компьютерными соперниками и вами. И абсолютно нету ощущения, что вся карта старается не дать живому сопернику каким-то образом победить. У меня никогда не было задачи прям побеждать искусственный интеллект. У каждого из нас есть желание получить какой-то новый опыт в игре. А если мы говорим про глобальные пошаговые стратегии, то создать какую-то свою квази-историю. А для этого соперники должны быть индивидуальны, со своими особенностями, независимым поведением и на самом деле не считать игрока пупом земли. Почему же в пятой и шестой циве подобного не происходит? По моему мнению, главная проблема здесь, как ни странно, один юнит на тайл. Да-да, вот эта система, которая появилась в пятой циве, когда только один военный юнит может находиться на одном тайле. Эта механика вывела циву на новые высоты сетевых партий, но ухудшила состояние дел в сольных играх. Почему же так произошло? А здесь, как ни странно, проблема именно в пошаговости. Смотрите, как устроено вообще вычисление в компьютере. Процессор перебирает все возможные варианты, используя заданные условия. То есть разработчики игры прописывают буквально словами. Если рядом с юнитом находится юнит соперника и при его атаке ваш юнит получит меньше урон, чем юнит соперника, то в этом случае атаковать. Если нет, то не атаковать. Это я сейчас очень утрированно описываю. И я говорю только про юниты, ведь есть еще и города, в которых надо выбрать строительство, переставить жителей на клетках. Вот это все описывается определенными скриптами, которые перебираются процессором во время передачи хода. И вот представьте, у вас даже если карта на 12 цивилизаций, ну, одна из которых ваша, то у 11 цивилизаций появляется огромный список скриптов, которые должен прошерстить процессор и выдать этим ребятам соответствующие приказы из того, что у них прописано. И это все происходит одномоментно, только во время передачи хода. И вот здесь, собственно, и происходит затык. Проведу параллель с шахматами. В шахматах есть свободный шахматный движок под названием Stockfish, который уже стал, в общем-то, эталоном, потому что несколько раз выигрывал неофициальные чемпионаты мира по компьютерным шахматам. Используется во многих сайтах как движок для анализа. Вы его можете скачать или даже зайти на любой шахматный сайт, например, на Lichess, и проанализировать любую свою партию. И вы увидите, насколько быстро или как медленно этот движок просчитывает следующий ход. А ведь это всего лишь шахматы, и на доске не так много фигур. Да, я понимаю, что он просчитывает как раз вглубь. Можно задать глубину ходов, и чем глубже, тем дольше он это будет делать. Но в глобальной пошаговой стратегии у разработчиков нету такой роскоши, как возможность вот этой глубины ходов. У них работают скрипты. То есть как раз искусственный оппонент не действует стратегически. Он не продумывает свои действия на много ходов вперед, как это делает живой оппонент. И это очень хорошо заметно в шестой циве, где у компьютеров прописаны скрипты даже на открытие технологий. Потому что как только мы включаем режим со случайными технологиями, у компьютера начинаются огромные проблемы. Потому что он идет все еще по тому заданному пути, который мы прописали разработчики, а технологии уже в других местах. Это, несомненно, костыль. Именно для того, чтобы не нагружать процессор на продумывание вот этой глубины. У них явно прописаны очередность постройки зданий, очередность постройки районов у каждой цивилизации своя. И во многом единственное, что им надо просчитывать при переходовке, это то самое, куда вы передвинете юниты. И там тоже начинаются свои мини-скрипты. Потому что если уже на 70-м ходу партии компьютер будет просчитывать хотя бы глубину в 3 хода своих юнитов, и так будут делать все оппоненты, которых, напомню, 11, у вас переходовка будет длиться час, наверное. Какие есть решения этой проблемы? А ведь это проблема, по моему мнению. Самое очевидное, и которое переализовано в Humankind, это ходить одновременно с игроком. У нас все еще пошаговая игра, но решение о движении юнитов искусственный интеллект принимает в реальном времени вместе с нами. Таким образом, процессорное время распределяется, ну и, в общем-то, это практически реал-тайм-стратегия, просто с возможностью действий ограничена ходом. Это, кстати, объясняет, почему, например, реал-тайм-стратегии сложнее, чем пошаговые в своих действиях. Просто потому, что там компьютер может одновременно с вами производить действия. А когда, извините, у человеческого существа вагон времени, он может над своим ходом подумать сколько угодно, а бедному компьютеру всем 11 соперникам надо уложиться в 20 секунд, а то кожаный мешок будет возмущаться, почему так долго ход идет, вы опять там что-то не оптимизировали, игра говно, верните мои деньги, то тут, конечно, наши полномочия все. Так вот, в Humankind компьютерные соперники все делают одновременно с вами, в общем-то. И юниты двигают, и назначают производство в городах, и за счет этого искусственный интеллект выглядит намного сильнее. Хотя в нем остались все те же скрипты. Просто за счет того, что у ИИ больше времени на просчет, он может допускать определенную глубину, которая явно тоже ограничена, и действовать более вменяемо. Да, возможно, кто-то не понял, причем тут один юнит на тайл, почему это стало таким непреодолимым препятствием. Да потому что до этого компьютер пользовался так называемым стеком судьбы, стеком в Doom, где все юниты находились на одной клетке, и тут, в общем-то, армия не требовала таких серьезных размышлений. Тут, скорее, важнее было состав этой армии, чем куда ее переместить. В пятой же и шестой циве надо еще и местность использовать, и проходы, и разные типы войск. Поэтому мы частенько наблюдаем на экране, как компьютер, по нашему мнению, бездумно подвинул туда-сюда юнит. На самом деле, скорее всего, до процессора дошла сначала строка одного юнита, что делать, и компьютер пометил, что этот юнит будет делать, потом до другого доходит, ему отводится действие, и тогда уже у первого юнита его действие оказывается бессмысленным, и так далее. Причем, по моим ощущениям, в шестой циве с определенного момента вот эти все просчеты еще и ограничиваются. И, видимо, этим объясняется, что искусственный интеллект в какой-то момент начинает просто отставать по развитию. Слишком много юнитов, просчет скриптов отдается туда, а что там в развитии происходит, это уже по остаточному принципу. Я еще раз повторю, кто не очень, возможно, разбирается в том, как работают процессоры, компьютер сам по себе не думает. У компьютера нет мозга. Он перебирает варианты, которые ему написали программисты. Собственно, это и есть программирование. Человек задает какую-то программу, и мощность процессора просто показывает, насколько быстро ваш процессор вот эти все штуки просчитает. Так вот, первое решение я уже сказал. Просто сделать, чтобы ход в игре не был на самом деле пошаговым, а был одновременным для всех участников, что и происходит в версетевых играх, но там искусственный интеллект и не нужен. Второе решение — это все-таки писать более совершенный код. Но этим, к сожалению, в современных реалиях мало кто будет заниматься. Я думаю, многие помнят, что я уже жаловался на то, что у Фераксис искусственным интеллектом занимался один человек. Зато вы можете посмотреть, сколько там художников, менеджеров и так далее. Не удивлюсь, если искусственный интеллект в шестой циве — это просто наследие, например, из пятой, чуть подправленное для реалий новой игры. И это на самом деле для новой игры вполне нормально, потому что невозможно предугадать, какие стратегии игроки будут придумывать. Проблемой же это становится, когда код не правится с момента выхода. Вот я записывал недавно игру на Божестве за Австралию. Корея до сих пор не умеет ставить свои уникальные районы. То есть это в скриптах не поправлено. Она вначале ставит район на плюс 4, а потом вокруг другие районы, которые этот бонус от науки просто уменьшают. Хотя куча другого места есть. То есть, по идее, после выхода игры хотелось бы, чтобы разработчики просто вот эти скрипты насыщали новыми знаниями. Знаниями о тех стратегиях, которые открыли игроки. Но этого не происходит. И поэтому в игре и появляется ощущение, что это больше декорации, чем настоящий мир. Помню, мне в комментариях писали, что сейчас уже не проблема нейронную сеть обучать искусственному интеллекту. Возможно. Это вы уже дополните меня в комментариях, кто с этим связан, пожалуйста, вообще с созданием искусственного интеллекта. Но проблема, несомненно, есть. Я еще раз повторю, я не хочу, чтобы меня искусственный интеллект прям обыгрывал там, рвал на части. Я хочу, чтобы он меня удивлял. Чтобы я такой, о, вот это он прикольно сделал, да? Хм, ах он гад, как он так походил или как он так построил. Ага, вот какую тут стратегию компьютер использовал. Причем, чтобы это был не бог из машины, когда разработчики или читы какие-то насыпали, или какое-то событие делают специально, чтобы игрок страдал. А именно такие действия, чтобы они казались осмысленными игроку. А еще веселее, когда это компьютеры между собой проворачивают. И ты за этим наблюдаешь. И такой радуешься, что сам их стравил. В общем, вот такие мысли. Ваши. Хочу прочитать в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры и создавайте умный искусственный интеллект. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.